Здравствуйте, дорогие мои, афонтовцы, телезрители, конечно, и мои подписчики на канале YouTube Голова Садова. Сегодня посевной календарь на апрель месяц 2018 года. Ура! Мы сеемся в теплицах и парниках. Значит, посевной календарь на апрель начинается со знака весы, первое, второе, и заканчивается весами 27, 28, 29. Дни очень хорошие, поэтому рекомендую. Что такое весы? Бобовые культуры дадут очень хороший урожай, посаженные именно в этом знаке. Хорошая урожайность, крепкая корневая система, устойчивость к заболеваниям, стопроцентная приживаемость при пересадке. Значит, если что-то пересаживать будете, может быть, плодовые кустарники или деревья, неважно. Значит, и семена прекрасные, хранятся хорошо и так далее. И урожай тоже можно убирать. Но у нас самые важные дни выпадают все-таки на другой знак. Я уже изнылась вся, да, я уже присела к вам, не знаю, на загривок уже, на макушке, что первая декада апреля – это лучшее посевное время, то есть с 1 по 10 апреля лучшее посевное время для всех культур, которые мы высеиваем семенами на рассаду, а не высаживаем рассаду. Это не одно и то же. Значит, высеиваем. Когда высеиваем? 2, 3, 4? Ну и скорпион еще 29-го. То у нас всегда висы переходящие в скорпион. Это великолепные знаки. Значит, хороший плодородный скорпион, замечательный, и растет хорошо, и одновременно корневая система и верхняя часть развиваются, и хранится хорошо, и семена неплохого качества. И единственное вот для картошки, ну, засада просто. Ну, потому что все запахи из земли впитает в себя картофель, и это будет не очень вкусно. Так что картофель можно сажать в другой знак абсолютно. Ну, запомнили, да? 2, 3, 4 мы едем на дачу с семенами капусты, крупноплодного лука, дайконов, редисок, первые посевы пряновкусовых трав. Это салаты всевозможные, шпинаты, базилики, которые могут зайти только в теплице, им 30 градусов как минимум нужно. Это просто счастливое будет время, если вы посеете все в этот знак. Едем дальше. Следующий знак – это стрелец 4, 5, 6, замечательно. Хорош будет лук, чеснок, перец, зеленые культуры, картофель. Семена низкого качества можете на семена не рассчитывать. Единственное, что от лука и чеснока будут хорошие семена. Это да, это записано прямо. Просто у кого-то ведь 4, 5, 6, это же уже тепло. Я же не только читаю гороскоп лунный посевной для Красноярска. Я его читаю для всей России. А у нас есть еще теплый Дальний Восток, у нас есть теплая Западная Россия, Южная Россия. Поэтому вот 4, 5, 6, пожалуйста, лук, чеснок, это будет просто замечательно. Ну и картофель будет очень неплохо, зеленые культуры тоже. И еще один знак, который я просто обожаю. Это козерог, разумеется, который придет 7 апреля. Что у нас 7 апреля? Великий престольный праздник. Это Благовещение. Да, вот говорят, грех вообще трудиться в подобные праздники. Но 7 апреля открывается земля для сельхозработ. Вот, и посеянные в этот день, вот у меня капуста просто суперская получается. Ну, не знаю, буду просить прощения и буду со слезами сеять, потому что очень хочется козерог, изумительный знак. В нем не бывает вот таких капуст, они бывают вот такие, но все ровные и спокойные, туго набитые. В него не бывает там, не знаю, вот такого лука, да, но вот такой крепкий, вызревший, негниющий, всегда именно посаженный в козерог. Это правда, он хорош для деревьев и кустарников и так далее. Переходим к следующему знаку. И здесь не так много осталось дней, которые действительно годятся для посадки. Дело в том, что у нас наступает либо полная безлуния, либо полнолуния. Но если полнолуния, оно как бы хорошо, да, сила луны, проходящий знак, она замечательная. Но желательно за 12 часов не рисковать ни до того, ни наступления другого. А когда безлуния, а 16 апреля полная безлуния, значит 15 и 17 исключаем все посадки напрочь. Ну и 16, разумеется. Значит, 12-13 можем позволить себе в рыбы посадить все, что недолго хранится, красиво цветет, потому что это рыбы. Знак замечательный, но храниться не будет. Вкусно будет есть, душисто и сочно. Значит, 14-го, значит, уже нет, это овен. 17-го, 18-го телец. 17-го нет, 18-го к вечеру можете. Телец, замечательный знак. Так, все будет хорошо расти, и картофель будет замечательный. Только семена от него не очень замечательные будут на следующий год. И дальше мы уже перескочим, и если я не ошибаюсь, я смотрю два календаря, где луна проходит, да, знаки. И в каком она состоянии, в какой четверти. Значит, 23-го у нас луна уже растет. Ну, 20-го, 21-го придет рак. И это тоже очень хороший плодородный знак, но не очень для хранения. 25-го, 26-го, 27-го это Дева. И 25-го, 26-го, 27-го наступает знак Девы. Ну да, цветы без запаха. Сеем, пересаживаем, рассаживаем. Это апрель месяц, может быть, даже будет тепло, и георгину уже придется высаживать. Ну, это маловероятно. Значит, но черенкование в Деву отличным образом удается. На этом я заканчиваю. Всего вам доброго и до свидания. Внимательно смотрите гороскоп неоднократно, чтобы вы понимали, что делаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова